Чему учить в школах, вузах и СУЗах? Как учить? Кому учить и за какую зарплату? Около полутысячи педагогов, управленцев от образования и чиновников обсуждали на днях проблемы российского образования на форуме Общероссийского народного фронта в Пензе. Чувашию представляла солидная делегация из восьми человек. Сегодня они поделились с журналистами впечатлениями и рассказали о грядущих переменах. Качественное образование в имя страны – это не просто красивое и громкое название форума. Педагоги и чиновники понимают, российская система образования нуждается в серьезных преобразованиях. Идея мнений много, обсудить их, послушать разные точки зрения по ряду важнейших образовательных инициатив. Специалисты собрались в Пензе. Первое, что отметили делегаты от нашей республики – это формат форума. Вот это необычный форум, на который собираются люди послушать чиновников, послушать профессионалов и так далее. Наоборот, руководители чиновников пригласили на этот форум, чтобы они послушали практиков учителей, управленцев в образовании различных уровней, начальное образование, среднее образование и так далее. То есть был очень жесткий регламент и они прислушивались к нам. Многими вопросами, которые поднимались на форуме, россияне задаются не первый год. Помните фразу «забудьте все, чему вас учили в университете». Что предпринять, чтобы выпускники перестали слышать это от работодателей? Вот одна из ключевых тем форума. Каким образом нам сократить разрыв между тем, как мы готовим кадры и какие бы кадры хотели получить от нас работодатели? Что для этого необходимо сделать? И здесь поднимались вопросы и роста уровня профессиональных компетенций тех педагогов, которые работают, и выстраивания наших отношений с заказчиками кадров. Заинтересовать теми или иными способами бизнес, вкладывать средства в образование, значит и будущих работников. Одна из более чем двух тысяч идей, высказанных участниками. Предложений по всем уровням образования было много, абстрактных и конкретных. Так, к примеру, профориентацию предложили начинать еще с дошкольного возраста. Студентам-педагогам дать больше часов на практику, а педагогов по возможности освободить от бумажной работы и бесконечного оформления отчетов. По поводу кадров звучали многие даже и предложения, которые не приняли. Например, предлагалось ввести систему распределения, какая была в советское время, тех, которые учатся в высших учебных заведениях педагогических по направлению, как это называется? По направлению. По направлению. Целевую прием. Часть идей, вероятно, россияне скоро увидят в форме законопроектов. К примеру, обратный переход от бакалавриата к специалитету для некоторых факультетов и вузов. Педагога за 4 года нельзя подготовить учителя хорошего. Инженера, как он будет, то есть бакалавр, я вас еще выскажу, может даже отчасти субъективными, бакалавр, он не такой хороший специалист, как выпускник СУЗа и не доинженер, как человек, закончивший специалитет. Все предложения и мнения участников форума найдут тот или иной отклик в правительстве, уверены участники форума. Субтитры создавал DimaTorzok